Всем привет! Вы на канале Девайс и в этом ролике я расскажу вам о лучших ноутбуках стоимостью до 40 тысяч рублей. В данный топ я включил 7 моделей ноутбуков от разных производителей, которые имеют массу достоинств, выгодно отличающих их от других ноутбуков из данного ценового сегмента. Ссылки на сайты, где вы сможете уточнить их стоимость и подробнее ознакомиться с техническими характеристиками, я как обычно оставлю в описании под роликом. Ну а перед тем, как я начну, напомню вам, что на канале Девайс регулярно публикуются рейтинги и обзоры на различные компьютерное железо и комплектующие к ним, которые могут быть вам интересны. Поэтому, если вы еще не подписаны, самое время сделать это. Также рекомендую подключить уведомления, нажав для этого на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. А теперь устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А я начинаю. Первый герой нашего топа – ноутбук Asus Pro P2540. Он имеет практичный корпус с матовой поверхностью, которая не склонна собирать отпечатки пальцев, имеет сканер отпечатка пальца, обеспечивает хорошую автономность и производительность для комфортной работы с браузером и офисными программами. В пределах 40 тысяч рублей можно будет купить версию такого ноутбука с процессором Intel Core i3-10110U. Это процессор на архитектуре Comet Lake, в первую очередь рассчитанный на офисные программы. Он имеет два ядра и четыре потока и изготовлен по 14-нанометровому техпроцессу. Максимальная частота составляет 4100 МГц в режиме Turbo. Графика интегрированная, объем оперативной памяти 8 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ. Что касается дисплея, то его диагональ 15,6 дюйма. В процессе работы за таким экраном изображение воспринимается вполне натуральным, нет выраженных уклонов по цветовой температуре или приоритету какого-то из оттенков. Но общее впечатление могут испортить довольно широкие рамки. Тачпад у ноутбука большой и хорошо определяет касание. Клавиатура полноразмерная, она имеет крупные символы и тихий ход клавиш. Но вот подсветки для нее, к сожалению, не завезли. Жесткий диск у ноута SSD объемом на 256 ГБ, а для подключения внешних устройств имеется кард-ридер, HDMI по одному порту USB 2.0 и 3.0, D-Sub, сетевой порт и вход для наушников. Следующий герой нашего топа – ноутбук Lenovo IdeaPad S340 14API. Это отличный вариант для учебы и развлечений, который оснащен экраном диагональю 14 дюймов с широкими углами обзора и довольно высокой яркостью. Верхняя крышка у ноута сделана из алюминия, что обеспечивает ему прочность. При этом весит он всего 1,7 килограмма. За производительность отвечает процессор AMD Ryzen 3 3200U, который имеет два ядра, четыре потока и изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу, а максимальная частота в режиме турбо у него составляет 3500 МГц. Оперативки 8 ГБ, плюс есть возможность поставить еще 4. Ну а графика интегрированная – AMD Radeon Vega 3. Такое железо, конечно же, не подойдет для игр, но для стандартных задач этого будет хватать с головой еще долгое время. Тачпад у ноутбука большой, кнопки у клавиатуры тоже, правда нет цифрового блока, зато имеется подсветка клавиш. Она не сильно бьет по глазам, так что набирать текст в темное время суток будет комфортно. Ну а что касается подключения внешних устройств, то имеется три порта USB, кардридер, миниджек и HDMI. Из плюсов этого ноута также стоит отметить быструю зарядку и хороший аккумулятор, его хватает на 8 часов работы. В целом отличный ноут в пределах 40 тысяч, правда стоит учесть, что объем SSD диска составляет всего 128 гигабайт. Продолжает наш топ ноутбук HP Pavilion 14DV0030UR. Он имеет неплохой 14-дюймовый экран с антибликовым покрытием, корпус серого цвета, на котором не скапливаются следы от отпечатков пальцев и весит всего 1,4 килограмма. Так что такой ноутбук будет удобно возить с собой на учебу и брать в поездки. Процессор у него двухъядерный Intel Core i3-1115G4 с возможностью увеличения тактовой частоты до 4,1 ГГц. Графика интегрированная, оперативы 8 гигабайт с частотой 3200 МГц с возможностью апгрейда, а SSD диск на 256 гигабайт работает ноут быстро. С офисными программами и браузером справляется без проблем, да и сильного нагрева при работе не наблюдается. Для подключения внешних устройств у ноутбука имеется HDMI-порт, кард-ридер, два разъема USB Type-A и один разъем USB Type-C со скоростью передачи данных 10 гигабит в секунду. К работе тачпада претензий нет, он большой, поддерживает жесты и ложных срабатываний не наблюдается. Клавиатура тоже неплохая, она полноразмерная и имеет подсветку. Ну а что касается аккумулятора, то он обеспечивает до 9 часов автономной работы, поэтому ноутбук отлично подходит для использования в поездках. А еще он поддерживает быструю зарядку. Если нужен ноутбук с большим экраном, то рекомендую обратить внимание на Acer SPR3 модель A317-52332C. Диагональ его дисплея составляет 17,3 дюйма, правда стоит учесть, что разрешение составляет всего 1600 на 900 пикселей. Зато экран имеет матовое покрытие, узкие рамки и большой диапазон регулировки яркости. Процессор тут Intel Core i3-1005G1, он имеет два ядра и четыре потока, а максимальная частота составляет 3400 МГц. Диск у ноута на 256 гигабайта, объем оператива составляет 4 гигабайта. Не стоит ожидать от этого ноутбука выполнения профессиональных задач, требующих большой мощности, но с воспроизведением видео, просмотром веб-страниц и работой в офисных программах он справляется без задержек. А если производительности все же окажется недостаточно, то ноутбук можно прокачать, добавив оперативной памяти. Что касается автономности, то тут все зависит от выбранного режима, на практике ноут может обходиться без подзарядки в течение 4 часов, при работе с браузером и программами. Ну а что касается портов, то имеется HDMI и три порта USB версий 2 и 3.0. Также стоит отметить в этом ноуте полноразмерную клавиатуру и наличие DVD-привода, а в наше время это конечно не особо нужная функция, но кому-то может пригодиться. Короче говоря, это неплохой вариант в пределах 40 тысяч рублей, если нужен ноут с большим экраном. Напомню, что уточнить стоимость всех участников топа можно на сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Asus VivoBook 15 x512 это тонкий ноутбук, который имеет хороший для своей ценовой категории дисплей с IPS-матрицей, диагональю 15,6 дюймов в Full HD разрешении. Он имеет широкие углы обзора, узкие рамки и хорошую цветопередачу. В пределах 40 тысяч рублей можно будет взять версию такого ноутбука с 4 гигабайтами оперативной памяти и упомянутым ранее процессором Intel Core i3-1005G1, максимальная частота у которого достигает 3400 МГц. Мощности процессора вполне хватает для комфортной работы с офисными программами и браузером, поэтому он отлично подойдет для работы и учебы. Печатать за таким ноутбуком удобно, клавиатура у него полноразмерная и имеет большие клавиши, что исключает ложные нажатия. Тачпад тоже большой, он позволит одним движением перемещать курсор с одного конца экрана на другой. Для подключения внешних устройств имеется кардридер, HDMI-порт и 4 USB, а жесткий диск у него объемом на 256 гигабайт. Из достоинств данной модели стоит отметить хорошее качество сборки, небольшой вес, а также поддержку быстрой зарядки. Меньше чем за час она позволит восстановить до 60% заряда батареи. В общем, отличный ноутбук в пределах 40 тысяч рублей для офисной работы, учебы и развлечений. Продолжает наш топ Acer Swift 1SF11433P06A. Он примечателен компактными размерами, весом всего в 1,3 килограмма, а также мощной батареей, обеспечивающей долгое время работы, что делает такой ноутбук отличным вариантом для развлечений и работы в поездках. Ноут имеет 14-дюймовый экран с качественной IPS-матрицей и Full HD разрешением, имеющий широкие углы обзора и хорошую цветопередачу. Сердцем ноутбука является четырехъядерный процессор Intel Pentium Silver N5030 с максимальной частотой 3100 МГц. Оперативной памяти у него 4 гигабайта, а жесткий диск на 256 гигабайт. Конечно же, это ноутбук не для игр, но в повседневной эксплуатации при работе с браузером, офисными программами и при просмотре видео нареканий к быстродействию не возникает. В принципе, для этих задач данный ноутбук и разрабатывался, а еще он практически не нагревается, так что держать его на коленях будет комфортно. Для подключения внешних устройств у ноутбука есть HDMI и три порта USB, а вот сетевой порт для подключения к интернету, к сожалению, отсутствует. Зато ноут поддерживает стандарт Wi-Fi AX и Bluetooth 5.1, так что обеспечит быстрый обмен данными по беспроводным подключениям. Ну а что касается клавиатуры, то из-за компактности ноутбука она лишена цифрового блока, зато имеет подсветку, так что работать с таким ноутбуком будет удобно даже в темноте. Завершает наш топ ноутбук HP Laptop 17CA2033UR. Он может похвастаться большим экраном диагональю 17,3 дюйма. Правда, разрешение у него всего 1600 на 900 пикселей, но для ноута в пределах 40 тысяч рублей это вполне закономерно. За производительность ноутбука отвечает двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 3250U, который изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу и имеет максимальную частоту 3500 МГц. Графика у ноутбука интегрированная, объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Такого железа, конечно, будет недостаточно для игр, но вполне хватает для быстрой работы устройства с офисными программами и браузером. Так что для работы и учебы такой ноутбук станет отличным вариантом. Что касается клавиатуры, то она полноразмерная, клавиши работают тихо и благодаря большим размерам ложных нажатий практически нет. Из минусов клавиатуры можно отметить разве что маленькие символы русской раскладки и то, что в некоторых расцветках корпуса буквы на кнопках плохо различимы. Зато к тачпаду претензий нет, он оптимального размера, отлично распознает прикосновения и при этом не срабатывает, когда это не надо. Для подключения внешних устройств у этого ноутбука имеются два разъема USB Type-A, один разъем USB 2.0, разъем HDMI, сетевой порт, кардридер и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Заряд ноут держит отлично, без подключения к сети можно будет обходиться около 7 часов. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку. Из других особенностей этого ноутбука стоит отметить, что несмотря на большие размеры, он довольно легкий. Весит он чуть больше двух килограмм, так что держать его на коленях и носить с собой вам будет комфортно. Это был топ лучших ноутбуков стоимостью до 40 тысяч рублей. Напоминаю, что уточнить цены на всех участников топа вы можете на сайтах, ссылки на которые найдете в описании. На этом у меня все, жмите палец вверх, если вам понравился ролик, пишите в комментариях, какой из ноутбуков вы бы купили себе, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Девайс.